Человек воспринимает символы и смайлы теми же участками головного мозга, что и лица своих собеседников, пишет газета Wall Street Journal. Так сухой диалог с помощью языка эмодзи можно превратить в занимательную беседу, острые дебаты или даже скандал. Эти занимательные пиктограммы уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Изучив подробно то, как человек использует эту альтернативу кириллице, можно составить его психологический портрет. Но эта задача сложная и довольно долгая. Иногда смайлики служат инструментом моральной или психологической защиты. Считает Андрей Кочкин. Когда это какие-то выяснения отношений с людьми и там идут смайлики, то это плохо. Но это прикрытие, это какие-то вещи, которые реально не исправляют отношения, не проявляют отношения, не проясняют их. А наоборот, как-то создают больше помех, больше каких-то сложностей. Потому что не каждый человек при виде смайлика трактует это по-разному. Казалось бы, вот он, универсальный язык, который могут понять в любом уголке мира. Но и тут все не так просто. Вы знали, что мы некоторые смайлы используем неверно? К примеру, этого милого котика зачастую используют, чтобы показать свой шок и удивление. В реальности этот смайлик обозначает усталость и сонливость. А вот две сложенные руки в Японии трактуют как мольбу и извинение. А в Америке смайл означает «дай пять». И таких примеров еще очень много. Восторг, гнев, удивление, радость. Сегодня в сети можно найти целые словари и эмоции, которые включают тысячи разных символов и их трактование. Выходит так, что мы владеем настоящим международным языком, учить который нам так и не приходилось. Интересно, как скоро это можно будет указать в своем резюме. Продолжение следует...